Сам по себе факт, что рабочая группа межправкомиссии по экономическому и научно-техническому творчеству российско-болгарской будет работать на площадке и в рамках этого фестиваля, это демонстрирует уровень и отношение и российской, и болгарской стороны к этому событию. Поэтому это, наверное, является главным, при том, что мы с вами знаем, что деятельность в последние годы, деятельность межправкомиссии российско-болгарской, она достаточно неактивно развивалась. И мы надеемся, что вот это молодежное событие, вот именно связанное с научно-техническим творчеством молодежи, и возможность, и мотивация, которая была заложена в контекст проведения этой рабочей группы, послужит таким серьезным стартом для работы других рабочих групп. Ну и, естественно, в дальнейшем, в ближайшее время, надеюсь, что уже в 2018 году, это большая встреча на уровне глав межправкомиссии, сопредседателей межправкомиссии, которыми являются с российской стороны министр промышленности и торговли Денис Мантуров, с болгарской стороны министр энергетики Болгарии Тименушка Питкова. Поэтому мы вот очень рады этому и надеемся, что то, что будет наработано, ляжет в основу большой встречи на межправительственном уровне. Вот, возможно, это как раз и является одной из тем межправительственной работы, которая направлена на развитие сотрудничества в сфере образования, которая направлена на развитие межвузовской мобильности, которая направлена на то, чтобы открывались и работали совместные кафедры или филиалы высших учебных заведений, как российских в Болгарии, так и болгарских в России. И, конечно, думаю, что это тоже будет развиваться, потому что образование и его международный открытый характер, это только придает конкурентноспособности любой образовательной модели. В этом смысле мы уверены в том, что в этом вопросе не может быть и не должно быть никакой политики, потому что это в чистом виде эволюционное развитие, это в чистом виде подготовка новых кадров, подготовка новых смыслов. И развитие общества в целом. Очень хороший вопрос, вы своевременно задали. На самом деле проведение фестиваля – это часть большой работы, которая является мегапроектом большим международного сотрудничества в сфере научно-технического творчества молодежи. И мы уже договорились с ребятами с болгарской стороны, в том числе Недислав Веселинов является одним из инициаторов этой работы, о том, что данный фестиваль послужит дальнейшему развитию и формированию постоянно действующей площадки. Рабочие названия, которые мы уже дали – это «Эврицентр», от слова «Эврика», естественно, ну и «Центр», это «Центр объединения», то есть это постоянно действующая площадка, которая позволит в режиме реального времени всем интересующимся получать ответы на свои вопросы в сфере науки, в сфере научных разработок, в сфере изобретений, всяческих опытов в интересной форме. Поэтому мы думаем и уверены, что 2018-2019 год будет связан с тем, что мы сформируем кластер вот этого эвристического, так скажем, научного направления в виде «Эврицентра», это такая интересная интерактивная история, которая позволит привлечь большое количество ребят, которые смогут своими руками и своими глазами сделать или увидеть те зачастую кажущиеся нам невероятными вещами, которые в дальнейшем позволят им выбрать для себя, может быть, научное направление творчества, развития, ну или просто хорошо провести время, потому что, как вы понимаете, по формату эта площадка, этот «Эврицентр», он подразумевается как такая семейная история, в которой всем интересно, в которой и папы с мамами находят себя чем позаниматься, и дети с восторгом, значит, собирают какие-нибудь модельки или участвуют в каких-нибудь уникальных соревнованиях.